Интересный поворот наметился в судебном деле. Компания Ротаагра, бенефициаром которой является известной интернет-аудиторией по расследованию ФБК Алексея Навального, депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, действует, как мы считаем, через коррумпированных чиновников пытается захватить ЗАО Сафоса имени Ленина. Опа! Да это же дом старика Саблина! Что? Какой Саблин? К черту! Кто это вообще? Скорее всего спросите вы. А я вам отвечу. Вот он, сопредседатель движения Антимайдан. Депутат Государственной Думы от Единой России до недавнего времени был сенатором. Эти попытки были безуспешны, пока Ротаагра, используя бракоразводный процесс Павла Ирины Грудинина, не заполучила 42% народного предприятия. Однако предприятием по-прежнему руководит Павел Николаевич Грудинин, что существенно мешает осуществиться планом рейдеров. Не так давно Павел Грудинин решением собрания учредителей был переизбран директором на новый срок. Тогда этому процессу активно пытался помешать главный пристав Архипов Сергей Владимирович. По сложившемуся у нас мнению, этот пристав явно действует в интересах рейдеров. Вот только два видео, которые говорят в пользу этой гипотезы. Вы мне об этом говорили. Вы меня обманули несколько раз. Поэтому я ничего не получаю. Вы были введены в заблуждение, что якобы Павел Грудинин получил какую-то поведенную. Я ничего не получал вообще. Вы мне ничего не вручаете. Поэтому я вот так вот от Московской городской думы делаю заявление, что мы сейчас были введены в заблуждение. Я не введен в правильный пристав, который почему-то из Московской области приехал в Москву. Хотя это запрещено ему законом. Наехал на представителя регистратора. Причем в грубой форме, как бандит. И заставил перевести акции, которые нельзя было переводить, потому что они под арестом находятся. Регистратор весь напуган. И если он пойдет на это незаконное, на наш взгляд, действие, то тогда акции перейдут к компании Рота Агра. Выточной компанией, которая захватила уже несколько предприятий и уничтожила их. В том числе в Ленинском районе этого предприятия. И вот и все. Боремся. Что из этого выйдет в нашей коррумпированной стране? Это нам будет. Но сдаваться мы не собираетесь. Новый эпизод шокирует своей циничной ангажированностью. Пристав, чтобы в последующем изъять остатки акции и имущества по надуманному долгу у Павла Грудинина, привлек оценочную организацию, которая многократно занизила стоимость имущества ЗАО совхоза имени Ленина. Драматизм этой детективной истории заключается в том, что когда ЗАО подали иск к оценщикам, то по юридическому адресу оценочной компании не оказалось. Суд тоже не может найти этих специалистов, которые провели оценку с вопиющими нарушениями, даже не запросив необходимых для этого бухгалтерских документов. На единственном листе отчета, предоставленное приставом ЗАО, у компании оценщика в заголовке стоит адрес Красноярск, а в конце листа указан город Краснодар. Вот сторона ответчика, как следует из материалов, которые имеются, указан еще и адрес Краснодара, поэтому судом будет выясняться, где фактически находится. Для того, чтобы каким-то образом ответчика вызвать в суд, нам надо понять, где он находится. Регистрация в городе Красноярске пока подтверждается только выписка. Я говорю, находится ли действительно здесь, чтобы сказать, сложно. Где на самом деле базируется эта компания, предстоит установить суду Красноярск. Нужно сказать, что противной стране этот расклад не нравится. И они ходатайствуют о переносе дела в видновский, похоже, что карманный, суд для рейдеров. Судом оглашается в пользу совхоза имени Ленина на исковое заявление в проявлении Дородного районного суда. В городе Красноярске находится гражданское отдело по иску Грудинина. Общество сограничено ответственностью в боевое бюро оценки управления недвижимостью, об оспаривании оценки имущества обыкновенной именной акции за у совхоз имени Ленина. Принятое постановлением судебного пристава Хипова от 13.8.20 вынесено в рамках исполнительных производств сводное. 15.7.20 судебным приставом наложен арест на акции ИСЦА. 28.7.20 судебным приставом вынесено постановление об участии исполнительных производств специалиста. Для цели оценки рыночной стоимости акции в качестве специалиста привлечено общество с ограниченной ответственностью в Краевое бюро оценки управления недвижимостью. 12.8.20 отрядчикам подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости акции. 13.8.20 судебным приставом вынесено постановление о принятии результатов оценки рыночной стоимости акции, установленные отчетом об оценке. Как следует из постановления судебного пристава от 13.8.20 принятия результатов оценки, и письма о цене счета управленных из СУЖ, начиная стоимость акции, была оценена в размере 637 минуванных рублей. Естественно, согласившись с вышеуказанной оценкой акции, обратился в СУЗ с требованием признания отчета о оценке недостоверным, ознакомившись с искалым заявлением ИСЦАЗАУСа в Космине Ленина, считая заявленные требования, подлежащие удовлетворению, со ссылкой на следующее основание. Рыночная стоимость акции, установленная отчетом об оценке, не соответствует реальной стоимости акции, являя существенно заниженной, в связи с чем не может быть использовано. Отчуждение акции по осуществлению заниженной стоимости нарушает права общества общества, как взыскателем исполнительного производства, а также негативно складывается на имидж общества и его положении в предпринимательских отношениях. Более того, ЗАО «Совхоз» имени Ленина способна конкурировать на рынке сельхозпродукции, установление заниженной стоимости акции общества в соответствии с отчетом вышеуказанным, влечет утрату инвестиционной заинтересованности сторонних инвесторов при обретении акций ЗАО «Совхоз» имени Ленина, репутационный удар для крупнейшего сельскохозяйственного предприятия и снижение бизнес-привлекательности общества. Кроме того, установление заниженной стоимости акции также непосредственно отражается на правах и законных интересах иных акционеров, поскольку акцент акции становится обязательной для всех акционеров, негативно сказывается на их имущественном положении. Таким образом, утверждение существенно заниженной стоимости акций в соответствии с отчетом об оценке нарушает права общества как взыскатель в исполнительном производстве, а также влечет для общества как предпринимательской организации негативные репутационные последствия. Происки удовлетворительского требований полным объемом. С вами был ТВ «Совхоз». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok